В ожидании пассажира он доедал пирожок с капустой. Аля, конечно, снова скажет, что это не очень полезно, но слово он держит. Держит. Фастфуд не ест. Пирожки — это ж не гамбургеры. Дверь подъезда распахнулась. Даже при таком тусклом освещении Нефёдов заметил золотой отблеск волос женщины. Нефёдов вышел из машины и открыл перед ней дверь. — Как ваша мать? — спросил он, когда тоже сел в машину. — Нормально. Голос Марины звучал глухо. В нем слышалось волнение. — Вы никогда не хотели ее переселить в какое-то более веселое место? Вопрос был задан просто для поддержания разговора. Ее надо было успокоить. — Она не поедет. Я пыталась. И, между прочим, и сама тут выросла, и еще сотню людей тут живут, и ничего. Нефёдов почувствовал ее злость. — Хорошо. Пусть лучше злится, чем боится. Дальше ехали молча. Марина куталась в одежду и, не мигая, смотрела в лобовое стекло. Они прибыли к месту. Виталий дождался условного сигнала на телефоне и въехал во двор большого многоэтажного дома. — Приехали. Он заглушил мотор. — Помните, я рядом. С вами ничего не случится.